добрый день друзья с вами капля продолжаем говорить о дисциплине и вот сегодня мы уже добрались до коррекции то есть собственно наказание в каких случаях возникает необходимость наказать ребенка я более чем уверен что она приходит в трех случаях как минимум первое мы обязаны наказывать нашего ребенка когда его поступки его действия его решения в обязательном порядке повлекут для него же в первую очередь негативные последствия то есть коррекция необходима для обеспечения безопасности ребенка если мы видим что его действия нанесут ему ущерб то обязательно должны корректировать что вы будете делать если ваш ребенок например вы застукаете его за просмотром порно вы скажете ну все это делают закроем на это глаза нет нет он привыкнет к этому произойдут определенные сдвиги в его миро воззрение в его понимание жизни и у него возникнут сложности с выбором партнера с долгосрочностью отношений и так далее так далее так далее это не тема сегодняшней программы но последствия будут достаточно серьезными и они будут очень личными просмотр порно это сфера безопасности вашего ребенка если вы ничего не предпримите последствия будут очень сильно второе речь идет о любого рода аморальность будь то сексуальная нечистота будь то выражение словесное хотя в нашей культуре матершина не является чем-то предусудительным скорее таким знаете национальным этническим наносом если не сказать больше люди привыкли к этим вещам но это является проявлением аморальности неуважение к старшим не уже не к женщинам неуважение к старости неуважение к власти это все система аморальности и когда мы с вами видим эти проявления для того чтобы аморальность не стала частью жизни наших детей нам необходимо на это реагировать и в обязательном порядке корректировать их поведение и также очень важно когда мы наказываем наших детей за любого рода непослушание конечно же зачастую многие родители требуют от детей слишком многого и в этом случае конечно же мы не говорим о наказании но когда требование справедливо когда ваш ребенок хронически непослушен то применить меры дисциплинарного воздействия просто необходимо дальнейших каплях мы поговорим с вами о том как это правильно